Утренний собеседник в эфире. Здравствуйте, меня зовут Анна Мартяжкина и сегодня в этой студии со мной Анна Отки. Президент региональной общественной организации Ассоциации коренных младшинских народов Чукотки и Сенат Российской Федерации Чукотского автономного округа, член комитета Совета Федерации по международным делам. Доброе утро, Анна Ивановна. Доброе утро, Анна. Доброе утро, уважаемые телезрители. Анна Ивановна, вот совсем недавно прошла отчетно-выборная конференция региональной общественной организации Ассоциации коренных младшинских народов Чукотки. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы обсуждали делегаты? Всем ли удалось приехать? К сожалению, нет. Нам удалось собрать не всех в очном режиме, но благодаря тому, что к нам присоединились районы по видеоконференц-связи, конечно же, мы собрали необходимый кворум и участвовало 53 делегата. И была разбита конференция на несколько дней. И это была возможность встретиться с представителями департаментов для того, чтобы поднять очень важные и насущные проблемы для разных регионов. Разные, но есть, конечно же, и общие. Это и необходимость строительства нового жилья, это и необходимость совершенствования транспортного обеспечения. Действительно, у нас есть такая проблема, и мы особо остро ее чувствуем в отпускной период, который вот сейчас уже начинается. Это и необходимость совершенствования мер по здравоохранению, по образованию и так далее. И некоторые вопросы можно было решить прямо на месте, некоторые вопросы, конечно же, требуют время. Но в то же время ряд мероприятий были посвящены очень важным сферам. Если, например, целых два дня мы посвятили обсуждению такой очень больной темы для Севера, это алкоголизм, как можно с помощью традиций научить людей здоровому образу жизни. Также мы обсуждали то новшество, возможное в скором времени будет обсуждаться этот вопрос в Государственной Думе. Это совершенствование законодательства в области рыболовства. И Чукотка выразила свое несогласие с тем механизмом, который предлагается. Мы же к этому вопросу сегодня вернемся поподробнее. И мы встречались с теми организациями, которые имеют договорные отношения вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов. Это и управление внутренних дел, с которыми у нас прочные отношения с 2015 года. И у нас есть уже хорошие результаты и совместные мероприятия. Это и МЧС, и военное наше управление ФСБ. И кроме этого мы говорили о том, как необходимо выстраивать отношения с недропользователями. Потому что, конечно же, коренные жители Чукотки – это не только тема танцев, песен, фольклоров. Это еще и все вопросы, связанные с землей, с традиционными видами промысла. Анна Ивановна, я хочу отметить, что конференция была отчетно-выборная. И в этот раз выбирали президента Ассоциации. И вновь избрали вас. То есть уже второй раз люди вам оказывают доверие. Насколько ответственно для вас и, может быть, наверняка приятно, что люди вам так доверяют. Но речь же идет не только обо мне, а о той команде, о тех единомышленниках, которые вместе со мной с 2011 года действительно со всем энтузиазмом и с таким сердечным отношением к Чукотке, к ее жителям. В течение многих лет, с 2011 года, мы посвящаем свою жизнь такому большому направлению, как Ассоциация коренных малочисленных народов, которая исполнилась 33 года в этом году. Но наверняка еще такой, мне кажется, большой процент доверия, связанный с тем, что вы, как член Совета Федерации, сейчас активно, очень активно, на моей памяти, сколько я уже 19 лет работаю, настолько активно продвигаются очень важные законопроекты. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Пожалуй, один из самых знаковых законов, который был принят в прошлом году, это закон, внесший изменения в деятельность общин коренных малочисленных народов. И он, с одной стороны, упорядочил деятельность общин, с другой стороны, предоставил более реальные механизмы в реализации их прав. Например, общины могут быть теми лицами, которые имеют право на возмещение ущерба их исконной среде жизни. То есть это очень важный момент. Если раньше это было исключительно бумаги, то вот тот закон, который был принят в прошлом году, раскрывает большие полномочия общин. Вот, например, очень важно, что общины вообще находятся в таком углу зрения законодателей. И это, с одной стороны, говорит о том, что общины уже показывают себя как настоящие драйверы экономического развития в некоторых регионах. И, кстати, например, в нашем регионе тоже у нас есть сильные общины, которые являются районнообразующими для своих жителей. И важно, чтобы они могли иметь как можно больше возможностей для своих идей, для того, чтобы в своей деятельности они могли действительно становиться сильными. И очень важное решение было принято в отношении того, что снижены были ставки по налогам для общины. И в настоящий момент в Министерстве сельского хозяйства находится документ, который признает общины коренных народов сельхозтоваропроизводителями. Это очень важно. Один такой еще из спорных законов принятый, это касается реестра коренных малочисленных народов в Севере. И, в частности, на Чукотке очень много споров возникает по этому вопросу. Мне кажется, люди не совсем понимают. Как вы относитесь к этому? Закон, законопроект был предложен Ямало-Ненецким округом, где сложилась удачная практика применения реестра регионального, который, с одной стороны, облегчил использование льготами и преференциями представителям коренных народов, а с другой стороны, облегчил деятельность различных государственных органов, которые такие услуги предоставляют. И вот именно этот опыт был взят за основу для того, чтобы распространить его по всем 28 регионам, где проживают представители коренных малочисленных народов в России. И, например, это хорошо там, где действительно хорошо развивается, там, где есть интернет, там, где есть возможность у людей прийти и быстро оформить такую услугу. Да. И, с другой стороны, это наше будущее, потому что цифровизация идет вперед, и это во многом существенно облегчает жизнь, как и самих людей, потому что реестр позволяет без оформления огромного количества документов о том, что необходимо доказывать, что ты действительно представитель коренных народов, что твои предки, что твои дети являются такими представителями. Это во многом облегчает использование своих прав, реализацию своих прав. Ну и, конечно же, это облегчает деятельность тех органов, которые такую деятельность предоставляют. Но, например, вот тот действительно резонансный законопроект, который обсуждался делегатами конференции Ассоциаций коренных малочисленных народов, который для нас очень важен, потому что, с одной стороны, он снимает необходимость введения заявительного принципа для использования своего права, например, на традиционное рыболовство. С другой стороны, мы видим угрозу в том, что этот законопроект предоставляет такую возможность спустя два года после того, как этот закон будет принят, пользоваться такими правами исключительно теми людьми, которые состоят на учете в этом реестре. То есть, соответственно, те, кто не может, не имеет такой возможности встать туда, да, например, где-то люди живут далеко-далеко в тундре, они, в принципе, не выезжают в поселок, либо, например... Что они станут нарушителями, да, по сути, то есть как бы... Есть такая угроза, ведь этот закон... Почему и люди меня посчитают, я не хочу, чтобы меня считали. Да, кто-то говорит, что... Я не должен доказывать свою принадлежность, я здесь живу. Совершенно верно. И вот обсуждению таких вопросов необходимо подключать и общественные организации, и, в принципе, представителей коренных народов, действительно, есть те люди, которые не считают необходимым вступать в такой реестр. Но это не должно лишать их права использования своих законных, конституционных... Тонкая такая грань, да, как вот поступить, да? Еще один из спорных моментов, это вот у нас буквально через месяц начнется Путина на Чукотке, и сейчас активно муссируется везде о том, как рыбачить в этом году. Каждый год какие-то нововведения, каждый год как-то там что-то регламентируется, это участки распределения спорят, ругаются все. На ваш взгляд, как сделать уже так, чтобы, в общем-то, рыбалка-то без проблем была для коренных людей, потому что, ну, вот их, например, какие-то моменты очень ущемляют, и совершенно они не согласны, да, с тем законодательством, которое диктует на федеральном уровне. А я вижу в этом очень простое решение. Необходимо отдать полномочия по традиционному рыболовству регионам. До того, как был принят федеральный закон о рыболовстве, у нас не было в регионе проблем. Мы сами решали, сколько необходимо и где, и как будет проходить вот этот сам механизм использование своего законного права на традиционную рыбалку. И у нас выработался достаточно такой отлаженный порядок ведения традиционного рыболовства. И не было такого огромного количества штрафов, признания браконьерами представителей коренных народов. И вроде бы как ведомство, которое отвечает за рыболовство, вообще росрыболовство, оно идет нам навстречу. Но в то же время есть какие-то моменты, которые нам усложняют действительно. Прямо скажем, определенные. Есть такие моменты. Здесь не рыбач, сюда не ходи, туда ходи. В этом я вижу необходимость предоставления большей полномочий регионам. Как раз-таки совсем недавно Дума поддержала законопроект по принципу Камчатки по вывозу икры. Вы считаете, это правильное решение? Я считаю, что более того, нам нужно было подключаться к этому закону буквально сразу, когда мы видим, сколько действительно, какой объемы возимой икры за пределы округа. И для того, чтобы сделать вывоз икры действительно с таким человеческим лицом и более упорядоченным, этот закон нам очень сильно поможет. Анна Ивановна, вы одна из первых, кто встретился с нашим в Рио губернатором Владиславом Кузнецовым, буквально после того, как его представил президент, в течение двух дней, если мне не изменяет память. Что обсуждали? О чем говорили? К чему пришли? Как планируете дальше работать? Мы встречались с временно исполняющим обязанности губернатора Кузнецовым, Владиславом Гарьевичем, вместе с моей коллегой, сенатором Жуковой. И мы, конечно же, прежде всего хотели познакомиться с человеком, которому доверяет наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И нам было очень важно донести до нового для нас человека, важного для нас человека, что округ имеет свои особенности. И одна из этих особенностей, что здесь проживают представители коренных народов, которые для Чукотки не являются малочисленными, но очень важной категорией населения. Анна Ивановна, какие планы на ближайшие пять лет? Ну вот как президент Ассоциации, что наметили для себя, что первоочередные, какие задачи нужно решить? Прежде всего, это те уставные задачи, которые стоят перед организацией. Это и защита прав коренных народов и представление их интересов. Это и продолжение нашей проектной деятельности. Вы знаете, могу с гордостью сказать, что несмотря на то, что мы, в принципе, небольшая региональная организация в объемах нашей огромной страны, тем не менее, мы смогли за четыре года реализовать 35 проектов на сумму более 40 миллионов. Какие вот можно выделить самые основные? А самый потрясающий и самый важный проект, который был за последние четыре года в истории Ассоциации, это серия медиа-уроков чукотского языка в Эдигов, которые мы сделали благодаря вовлеченности большого количества людей, знатоков, энтузиастов и педагогов родных языков коренных народов. Удалось распространить по региону вот это пособие? Да, и более того, педагоги, многие педагоги ими пользуются и благодарят, потому что это новые подходы, это новые авторские методики, которые действительно инновационны вообще, в принципе, для преподавания родных языков. Анна Ивановна, спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, наше время стремительно заканчивается. Я хочу вам пожелать неугасаемого такого же энергии, оптимизма, чтобы все у вас получилось на ближайшую пятилетку, на ближайшее время. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо, что это утром были с нами. Всего вам самого доброго и до свидания. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»